Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы сегодня вашему вниманию предлагаем продолжить великое научное наследие изучать Владимира Ильича Ленина. И на сегодняшнем занятии рассмотрим работу Владимира Ильича Ленина, которую он назвал «Разногласия в европейском рабочем движении». Эта работа была написана в декабре 1910 года, когда наиболее мрачный период репрессий после первой русской революции 1905 года стал отходить на второй план. И начало развиваться рабочее движение, в том числе и в России, ну и естественно и во многих других капиталистических странах. И эта работа была опубликована 16 декабря 1910 года в большевистской газете «Звезда». Итак, о «Разногласии в европейском рабочем движении», что писал тогда в декабре 1910 года Владимир Ильич Ленин. «Основные тактические разногласия в современном рабочем движении Европы и Америки сводятся к борьбе с двумя крупными направлениями, отступающими от марксизма. Эти два направления – это ревизионизм, то есть оппортунизм или реформизм, и анархизм, выражающийся в анархосиндикализме и анархосоциализме. Оба эти отступления от господствующей в рабочем движении марксистской теории и марксистской тактики наблюдаются в различных формах и с различными оттенками во всех цивилизованных странах на протяжении более чем полувековой истории массового рабочего движения». Но если сейчас сделаю небольшое отступление от Ленина, если сейчас посмотреть, то эти отступления, к сожалению, до сих пор присутствуют. Как реформизм, оппортунизм, так и анархизм. Далее Владимир Ильич раскрывает, в чем отступление заключается. Он говорит, что нельзя объяснять этих отступлений ни случайностями, ни ошибками отдельных лиц или групп, ни даже влиянием национальных особенностей или традиций. Должны быть коренные причины, лежащие в экономическом строе и в характере развития всех капиталистических стран и постоянно порождающие эти отступления. То есть отступления связаны с экономическим развитием, говорит Владимир Ильич. Так надо понимать это. Далее, одной из наиболее глубоких причин, порождающих периодически разногласия насчет тактики, является самый факт роста рабочего движения. Если не мерить это движение по мерке какого-нибудь фантастического идеала и рассматривать его как практическое движение обыкновенных людей, то станет ясным, что привлечение новых и новых рекрутов, в кавычках, втягивание новых слоев трудящейся массы, неизбежно должно сопровождаться шатаниями в области теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым взглядам и к устарелым приемам. То есть привлечение новых людей не всегда грамотных приводит именно к таким отступлениям. Далее, говорит Владимир Ильич, быстрота развития капитализма не одинакова в разных странах и в разных областях народного хозяйства. Марксизм всего легче, всего быстрее, полнее и прочнее усваивается рабочим классом и его идеологами в условиях наибольшего развития крупной промышленности. Отсталые или отстающие в своем развитии экономические отношения постоянно ведут к появлению таких сторонников рабочего движения, которые усваивают себе лишь некоторые стороны марксизма, лишь отдельные части нового миросозерцания или отдельные лозунги и требования, не будучи в состоянии решительно порвать со всеми традициями буржуазного миросозерцания вообще и буржуазно-демократического миросозерцания в частности. То есть влияние отстающих в своем развитии, конечно, сказывается на развитии рабочего движения, говорит этим Владимир Ильич. Постоянным источником разногласий является диалектический характер общественного развития, идущего в противоречиях и путем противоречий. Капитализм прогрессивен, ибо уничтожает старые способы производства и развивает производительные силы, и в то же время на известной ступени развития он задерживает рост производительных сил, он развивает, организует, дисциплинирует рабочих, и он давит, угнетает, ведет к вырождению нищете. Капитализм сам создает своего могильщика, сам творит элементы нового строя. То есть две стороны капитализма здесь раскрывает Владимир Ильич, и прогрессивное развитие производительных сил, и то, что он угнетает рабочий класс, это как бы тоже влияет на развитие рабочего движения. Эти противоречия живой жизни, живой истории капитализма и рабочего движения умеют охватить марксизм, как теория диалектического материализма, которая лежит в основе марксизма. Но понятно, само собой, что массы учатся из жизни, а не из книжки, и поэтому отдельные лица или группы постоянно преувеличивают, возводят в одностороннюю теорию, в одностороннюю систему тактики то одну, то другую черту капиталистического развития, то один, то другой урок этого развития. Буржуазные идеологи, либералы и демократы, не понимая марксизма, не понимая современного рабочего движения, постоянно перескакивают от одной беспомощной крайности к другой. То они объясняют все дело тем, что злые люди натравливают класс на класс, то утешают себя тем, что рабочая партия есть мирная партия реформ. А действительная жизнь, действительная история включает в себя эти различные тенденции, подобно тому, как жизнь и развитие в природе включают в себя и медленную эволюцию, и быстрые скачки, и перерывы постепенности. То есть развитие в различных формах и в различных темпах происходит. Ревизионисты же, говорит Владимир Ильич, считают фразами все рассуждения о скачках и о принципиальной противоположности рабочего движения всему старому обществу. Они принимают реформы за частичное осуществление социализма. А анархосиндикалист отвергает мелкую работу, особенно использование парламентской трибуны. На деле эта последняя тактика сводится к поджиданию великих дней при неумении собирать силы, создающие великие события. И те, и другие, говорит Ленин, тормозят самое важное, самое насущное дело – сплочение рабочих в крупные, сильные, хорошо функционирующие, умеющие при всяких условиях хорошо функционировать организации, проникнутые духом классовой борьбы, ясно сознающие свои цели, воспитываемые в действительно марксистском миросозерцании. Вот очень важно именно то, что здесь вот коренное отличие вот как от ревизионизма, так и от анархосиндикализма, именно марксизма здесь в этом заключается, в этой мысли Владимира Ильича. Далее. Чрезвычайно важной причиной, порождающей разногласия среди участников рабочего движения, является изменение в тактике правящих классов вообще, буржуазии в особенности. Будь тактика буржуазии всегда однообразна, или хотя бы всегда однородна, рабочий класс быстро научился бы отвечать на нее столь же однообразной или однородной тактикой. На деле, буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы управления, два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего господства. Причем эти два метода то сменяют друг друга, то переплетаются вместе в различных сочетаниях. Это, во-первых, метод насилия, метод отказа от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых и отживших учреждений, метод непримиримого отрицания реформ. И второй метод, это метод либерализма, шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ, уступок и так далее. Ну, эти два метода и спустя сто с лишним лет, когда писал Владимир Ильич, они по-прежнему сохраняются в буржуазии, если внимательно посмотреть на то, что происходит у нас сейчас. Далее Владимир Ильич говорит, буржуазия переходит от одного метода к другому, не по злостному расчету отдельных лиц и не по случайности, а в силу коренной противоречивости ее собственного положения. Нормальное капиталистическое общество не может успешно развиваться без упроченного представительского строя, без известных политических прав населения, которое не может не отличаться сравнительно высокой требовательностью в культурном отношении. Эта требовательность по части известного минимума культурности порождают условия самого капиталистического способа производства с его высокой техникой, сложностью, гибкостью, подвижностью, быстротой развития всемирной конкуренции, колебания в тактике буржуазии, переходы от системы насилия к системе якобы уступок, свойственны вследствие этого истории всех европейских стран за последнее полвека, причем разные страны преимущественно развивают применение того или иного метода в течение определенных периодов. Ну я думаю, что согласитесь, что эти методы и сейчас успешно применяются. Далее. Нередко буржуазия на известное время достигает своей цели посредством либеральной политики, которая представляет из себя более хитрую политику. Часть рабочих, часть их представителей подчас дает себя обмануть кажущимися уступками. Ревизионисты провозглашают устарелым учение о классовой борьбе или начинают вести политику на деле, осуществляющую отречение от нее. Зигзаги буржуазной тактики вызывают усиление ревизионизма в рабочем движении и нередко доводят разногласия внутри него до прямого раскола. Все причины указанного рода вызывают разногласия относительно тактики внутри рабочего движения внутри пролетарской среды. Но китайской стены между пролетариатом и соприкасающимися с ним слоями мелкой буржуазии, в том числе и крестьянства, нет и быть не может. Понятно, что переходы отдельных лиц, групп и слоев от мелкой буржуазии к пролетариату не могут не порождать со своей стороны колебаний в тактике этого последнего. То есть порождает вот это влияние мелкой буржуазной среды, порождает и влияние на колебания тактики пролетариата. И как бы в заключение Владимир Ильич говорит, что опыт рабочего движения различных стран помогает уяснить на конкретных вопросах практики сущность марксистской тактики, помогает более молодым странам яснее различать истинное классовое значение отступления от марксизма и успешнее бороться с этими отступлениями. То есть надо полагать, что если стоять на марксистских классах, прежде всего, позиций, то тогда, конечно, можно успешно преодолеть всякие шатания, как правое отклонение ревизионизма, оппортунизма, так и левое анархизма. Вот что хотел я до вас довести. Пожалуйста, если какие-то возникли в ходе этих вопросов, давайте попробуем их обсудить. Может, что-то не совсем ясно. Для начала я бы с вами поспорил. По-моему, все-таки анархизм, он как бы себя уже изжил, и там остались какие-то отдельные представители, что о нем говорится в современном мире. В смысле, по-моему, просто уже нет. Значит, в чем заключается как бы современный анархизм? Ну давайте, значит, вообще вопрос, вот этот анархизм, его бы неплохо изучить, и есть очень интересная работа у Иосифа Фессерионовича Сталина, которая называется «Анархизм и социализм» или «Анархизм или социализм», сейчас точно не помню. Вот там, значит, отличие анархизма от социализма. Но я вижу вот так, если на современное время перевести, то, видимо, анархизм заключается, как правило, в том, что у тех, кто вроде как исповедует хорошие взгляды, нормальные взгляды, понимает, что социализм, что к нему нужно стремиться и так далее, он у них заключается в том, что они не могут как бы установить связь с рабочим движением, понимаешь? Они считают себя выше рабочего класса и пытаются... Рабочий класс сам все сделает. Да, и сам за ними пойдет. Вот мне Александр недавно дал как бы программное заявление союза марксистов, которые все время хочут взаимодействовать, взаимодействовать с нашим кружком. Вот это примерно, наверное, их туда не надо отнести. Практически марксистов. Примерно. Ну, не знаю. На мой взгляд, конечно. Союз, по-моему, развалился сейчас этот вопрос. Ну, и вот эти вот, как бы, взгляд свысока на рабочее движение, а не желание понять его и внести в него нормальное социалистическое сознание в рабочий класс, вот этим отличается анархизм и анархосиндикализм, и он присутствует при этом. Он присутствует. И до сих пор еще можно и другие, не только привести примеры. Лео, вот это... Ну, так как они сейчас считают, если вы про современных, то они... Ну, вот это союз. Не говорят о том, что... Мать порядков, анархосин... Нет, они всегда не признают марксистов. Это то, что я делаю. Я почему говорю, что... Нет, нет. И попробую сейчас... А вот эти вот марксистская тенденция... Нет, мы сейчас говорим о том, что... Они... Что-то тоже сюда... Даже троцкистами никто себя не называет. Например, это то же самое. Нет, но это тоже туда же можно отнести с некоторыми, как бы... Вопросами... Кстати, о троцкизме неплохо бы как-то... То, что Ленин говорил, неплохо бы рассмотреть, как он относился к троцкизму. Давайте пока вернемся к данной работе. Следующий вопрос. Ну, по крайней мере, мне так показалось, что вся борьба товарища Ленина с ревизионизмом в данной статье сводится к тому, что он объясняет простейшие дилектические вещи и дилектический материализм раскладывает по полочкам, чего не понимают, так сказать, ревизионисты. И, соответственно, вопрос идет только о том, что у товарищей нет понимания дилектики. И как это работает? Да, значит, ну, не совсем так. Дело в том, что я... Давайте вернемся к эпохе, что 10-й год, как бы, поворот произошел к тому, что было между 7-м и 10-м годом рабочее движение в России практически было задавлено. Было задавлено после революции. А и в 10-м году началось, как бы, усиление стачечного движения и других рабочих волнений. И поэтому, поскольку в рабочем движении начали возникать различные течения, конечно, Владимир Ильич вынужден был выступить с такой статьей, чтобы разъяснить, что уклонения, вот эти вот, что правое уклонение, оппортунизм, ревизионизм, что левый анархизм, они вредят рабочему движению. Вот для чего была работа написана и опубликована в газете. Он же просто объясняет самые азы и истины. Конечно, конечно. Потому что... О том, что капитализм одновременно и прогрессивен, и негрессивен. Да, да. Дело в том, что... Это же азы. Понятно, Александр, извини. Я понял твою мысль. Газета-то не для членов партии писалась, а для широких рабочих масс она распространялась в трудовых коллективах. Чтобы и в трудовых коллективах, чтобы нормальное сознание диалектическое именно внести в него, сознание, чтобы трудящиеся свое классное положение осознавали. Вот для чего эта статья писалась в газету. А вот как раз тогда вопрос в продолжение, да? Опять же, товарищ Ленин там пишет о том, что типа так и так приходят люди новые, необычные, которые ничего не понимают. Нет, нет, не говоришь. Ну ничего, я утирую, естественно, конечно, немножко латрирую. Я к тому, что вопрос, по идее, должна же быть, соответственно, теоретическая подготовка. Конечно. И людей с улицы просто так набирать не надо. Нельзя их, надо обязательно проводить через обучение и, соответственно, через задачу экзаменов. Для того мы организовали марксистский кружок, для того, чтобы изучать науку. Мы-то организовали, почему в других партиях нету обязательного процесса? Спросить надо у них, почему они так себя ведут. Но я говорю, что вот тут-то анархизм-то и возникает, что они надеются, что за ними пойдут, что вот они лозунг кинут, клич кинут и народ кинется. Нет, надо, чтобы народ убедился, что они достойны, чтобы их принять, как говорится, в свои ряды. И поверить им, и пойти за ними. Для этого нужно... Делом не зловом. Да. Да. Не делом, не зловом, а делом должны доказать. Наверное, же в этом и заключается анархизм, да? Что в партии приходят люди и там пишут заявления без каких-либо, так сказать, кандидатских минимумов. Нет, нет, нет. Это анархизм не в заявлениях, а в действиях. Нет, полная анархия. Приходи, кто хочет, делай, что хочет. Я восхищу. Ну, на который мы берем всех, соответственно, анархизм. Ну, для того, чтобы оценивать анархизм, надо внимательно изучить, что такое анархизм, да, действительно. Не только его история, которая начинается... Да, в основании российского русского анархизма. Бакунина? Нет, Бакунина. Бакунин, Бакунин. Что, у кого еще какие вопросы по работе? Так, там в интернете нет вопросов? Нет, вообще ничего. Пусть и сегодня. Там просто говорят, что надо и поощрять и наказывать, но так можно вырастить сладкоежку анархиста. Это о чем? Это о чем? Ну, если доказывать и поощрять сладеньким сразу. Ну, ты приятный. Кто доказывать-то будет и кто поощрять? Я не понял, о чем речь идет. Ну, скорее вопрос, как заставить человека учиться. А-а-а. Вот. Жизнь заставит. И как, надеюсь, преподаватели, которые будут учить? И за счет чего все это будет дело работать? Как здесь сказал Владимир Владимирович в этой работе, что жизнь учит не по книжкам, а это самое. Наша задача организовать, а не, знаешь, когда это все-таки случайность по вселенной. Все правильно. То есть внести научное понимание жизни. Если вы поймем, как... Трудовые коллективы, в массу трудящихся научное понимание. Что, от чего, почему и что. Где, почему антагонистические интересы классов существуют в классовом обществе. Где один из классов эксплуататоры. Почему антагонистические? И как их преодолеть, эти антагонистические противоречия. Вот о чем должны вести речь те, кто научно осознал, грамотно владеет диалектическим материализмом. Вот о чем идет речь. Так, опять же, возвращаясь. Фактически, работа Ленина сводится к тому, что и спустя 50 лет диалектический материализм, геомат никто не знает. У нас уже 150 лет прошло, и геомат все равно никто не знает. Нет, это не так. Как это не так? Это не так. Те, кто хочет знать, тот знает. А кто не хочет знать, да. Кто пытается голову в песок спрятать, как страус, понятно, не знает. А те, кто хоть пытается разобраться, они рано или поздно разберутся. Нет, просто если уже заговорили о том же союзе марксистов, у них была программа обучения, и они проводили лекции, даже экзамены сдавали. Да, да, да. А какую работу они в трудовых коллективах проводили? Это уже второй вопрос. А это главный вопрос. Потому что... Это уже второй вопрос. Это рано учения. Ведь для чего? Ведь партия, если она марксистская, она должна быть частью класса рабочего, но передовой частью, наиболее сознающей коренные интересы этого класса. Вот какая партия может называться марксистской. А не то, что там кто-то лозунги какие-то придумал и начал их кидать куда-то. Нет, никто не работает. Никто есть работа. Они работают с этим. Ура, не богат. С курьерами работают и насколько мне достател. Дай бог. Которые, которые создают профессию, в байбре, если не против. Никто не будет против, если они действительно будут стоять на научных позициях диалектического и исторического материализма. Кто будет против? Никто. Дай бог им так стать. Тут скорее вопрос в том, что опять же, как в 10-й год, когда рабочее движение было подавлено. У нас оно активно деградирует. У нас замоды по-прежнему, несмотря ни на что. Да, к сожалению, буржуазия научилась более разобщать рабочий класс и внедрять в него свое буржуазное сознание. Я очень даже научилась за последние столь с лишним лет, после октябрьской революции. Но это больше не просто закрывается, еще же автоматизация все-таки двигается. Да есть, это оно автоматизировалось. Нет, дело не автоматизировалось. А в этом плане, насчет того, что изменилось за 100 лет после того, как Буржуазия писала работу, вот он говорит, что буржуазия шла на уступки рабочего класса под их действиями. Правильно? Когда это было возможно и необходимо в интересах буржуазии. А вот 100 лет прошло, и что-то, по-моему, никаких уступков на одном голове никто никаких не делал. Ну да. Все хуже и хуже. Подожди, подожди, подожди. Это неправильно рассуждать. Ну, в той же Франции. Ходили, поставали, поставали, все равно. Нет, уступки такой. Ничего на него, что-то такой. Ну да, да, я вот это уступ. 30 лет, что-то уступков не видно. Они вот во Франции ходят, а миллионы, и митинги, и нифига. И у нас то же самое, вот вам пенсионная реформа. Уступки и с этим всяким, нетрадиционным. Нет, ну а дальше, тут вопрос про то, что 100 лет назад еще давали уступки, рабочему классу, а сейчас что-то их не видно, и даже не пахнет. Значит, то же, вот ты говоришь, вот то, что Саша привел пример, когда бастовали вот эти, как они, союз максистов, который поддерживал. Курьеры. Да, курьеры. А там же пошла буржуазия на уступки курьером. Еще так пошла. Да ты зря говоришь, что она не пошла. Когда выдавит рабочий класс, но он организован, и организованно выдавливает. Да пусть, да пусть такая мелочь. Но все равно он вынужден была пойти на уступки. И не только там. И не только там. А вспомни докеров. Ленинградских докеров. А вспомни авиодиспетчеров. Как буржуазия пошла на уступки. Они пошли на уступки. Насколько знает Бурьера, они просто отменили штрафные санкции. То есть, они просто сохранили то же самое, что до этого было. Это не уступка. А что это? А что это? Отменили штрафные санкции. Это что не уступка? Это тогда как в том анекдоте немецком. Сначала собаку побил, а потом решил пожалеть и перестал ее убить. А что тогда, если не уступка? А что тогда, если не уступка?